Среди развлечений московской богемы в начале 50-х особенной популярностью пользовались боксерские бои на тотализаторе. В этих нелегальных соревнованиях принимали участие молодые люди из спортивных московских школ. Был среди них и 20-летний Юлик Леандрис, который всего через несколько лет прославится как писатель Юлиан Семенов. Я был бы счастлив посмотреть его боксерские способности, но мне не довелось. Бои проходили жестко, спортивного в них было мало. Однажды Юлику сломали нос, но он только радовался. Зато тридцатка была в кармане. Бокс он научил его бесстрашию. Папа запомнил вот это ощущение того, что нужно выстоять, нужно держать удар на всю жизнь. Способность удержать удар Юлиан Семенов не только обладал сам, но и наделял этим качеством героев своих литературных сочинений. Не обязательно Штельц. Петровка 38, Огарева 6 – это ведь тоже Семенов. А противостояние – это ведь тоже Семенов. Это блестящие совершенно вещи. Но мы ничего не поняли. Семенов по накалу и насыщенности событий в собственной жизни не уступал своим персонажам. Он словно был героем придуманных им детективов и жил, как в приключенческом романе. Здравствуйте, товарищи! Добрый вечер! Это была личность, это была целая планета, это человек-глыба, человек-мощь. Мудрственный человек и, невероятно, любящий всех родов приключений. Какую же цену заплатил русский Хемингуэй за эту свободу и возможность прожить яркую и полную авантюрных событий жизни? Он был одинок до конца своих дней. На рассвете одного из летних дней в самом центре Москвы произошло эффектное знакомство трех будущих знаменитостей. Знакомство в духе приключенческих романов, которые вскоре станет писать один из героев этого эпизода. Рано утром мы с моим другом, будущим знаменитым композитором Геннадием Гладковым, возвращались с какой-то дружеской вечеринки. И, проходя по Тверской улице, мы увидели, что какой-то человек стоит, прижавшись спиной к стене дома, и на него налетают четверо парней, и происходит жуткая драка. Они на него наскакивают, четверо на одного, и мы бросились в эту драку. Естественно, на стороне человек, который стоял у стене. Мы так действовали активно, что те четверо бежали. Но парень был в полном порядке, не было ни лицо разбито, ничего. Он достал пачку приемы, оторвал клапан бумажный, нашли мы карандаш, и он написал свой телефон и имя. С тех пор мы с Юлианом Семеновым очень крепко задружились. Для Юлиана этот год выдался тяжелым. Недавно его отчислили с последнего курса Института Востоковедения и исключили из комсомола, как сына врага народа. Его отца, Семена Леандриса, редактора и помощника Николая Бухарина, руководившего газетой «Известия», арестовали ночью. А уже утром Юлиан написал первое письмо в органы о страшной ошибке. И писал в защиту отца все два года, пока тот находился в тюрьме. Вот этот маленький мальчик, студент, настойчиво пишет, просит освободить его, подвергается к каким-то репрессиям в институте, и все равно, несмотря на это, идет и защищает своего отца. Это о нем очень хорошо говорит. Как раз в это время Юлиан и стал зарабатывать с помощью кулачных боев. Вот эта заветная тридцатка позволяла ему купить еду для передач Симона Александровича во Владимирском централе. Через несколько месяцев заключения ослабшего Симена Леандриса парализовало. Но послаблений от лагерного начальства он не получал. Симена Александровича пытались, как папа считал, просто уморить. И папа писал в прокуратуру, говоря, у меня такое ощущение, что кто-то хочет от отца отделаться, потому что абсолютно больного парализованного человека переводят из одной тюрьмы в другую. Ну, прекратите. И благодаря этим письмам Симена Александровича поместили в больницу, в тюремную, и дали ему окрепнуть, потому что иначе, вот, действительно он просто погиб. После смерти Сталина Симен Леандрис вышел на свободу. Его реабилитировали. Юлиана восстановили в институте, закончив который, он поступил на исторический факультет МГУ и в то же время стал пробовать себя в журналистике. «Правда», «Огонек», «Комсомольская правда», «Смена» и «Литературная газета» – лучшие издания стали публиковать его отчерки. Юлиан с азартом и энтузиазмом ездил сначала по стране, БАМ, Тайга, Полярные станции, Средняя Азия и Сибирь, а потом и за границу – Афганистан, Парагвай, Куба, Чили, Испания. Вообще он был невероятно направленный труженик. Он был такой железный самодисциплинный человек, Юлик. Железный. Он работал как волк ежедневно, что бы ни было. Он работал 25 часов в сутки. Все говорят, что он гуляк, что он пил. Когда он писал, он не пил ничего. Когда он заканчивал работу, учеркивая то, что он считает ненужным, он отдыхал. В 1958 году увидел свет первый сборник рассказов под псевдонимом Юлиан Семенов. В кругах богемной московской молодежи начинающий писатель становился все более популярным. С ним было не скучно. Он, конечно, удивительно мог смеяться. Такой звонкий, радостный смех, который сопровождал все наши встречи. Он был непосредственно в общении. Его не стесняла камера, не приводила его в дрожь. Он легко общался в кадре с людьми. Он был очень красивым человеком. По портрету говорю, как оператор. Я бы его сравнил бы с Бельмондо. Только с Бродой. На самом же деле все знали, что Юлик, как говорится, косил под Хэма. Хэмом за панибрата советские поклонники называли Хемингуэ. Впервые Семенов прочел его произведение в 18 лет. А когда Эрнес получил Нобелевку, Юлиану было 23. Тогда же над его рабочим столом появился знаменитый портрет Хемингуэя, висевший в доброй половине советских квартир. Он был ушиблен Хемингуэем. Городу отпустил. Просто как на фотопортрете Хемингуэя. Стал заниматься охотой. Это все такая наша простая советская Хемингуэйщина. Цепочка на щиколотке, эти мятые клетчатые пиджаки, эти штаны, эти сигары, эти очки, бритая голова. Это все то, что называется словом «имидж». Он всегда был очень современ, он всегда был, как говорят сейчас в тренде. Я помню его всегда курящим сигаретой красный Данхилл. У него был маленький красный мотоцикл. Что это было за модель, я не знаю. Но Юлик на ней гонял, на этой модели. И раз, еще много лет было до написания «17 мгновений весны», но он ехал от сдачи Михалковых, воображал себя нашим разведчиком в Германии. А шоссе было после дождя. Мотоцикл сорвался с шоссе, Юлик сорвался с мотоцикла, врезался в новопоставленные, необструганные доски забора и проехал, валяя этот забор, метров сто проехал. И потом мы все из него вытаскивали иголки из нашего разведчика в Германии. Познакомиться со своим кумиром Семенову было не суждено. Зато он встречался с его вдовой, Мэри Хемингуэй, в 1968 году в США и в 1983-м в Москве. Во время московской встречи, в числе прочего, Мэри рассказала ему о том, как непросто было жить с Эрнестом. Как ей приходилось не замечать его бесконечных увлечений, не устраивать семейных сцен и оставаться другом. Можно точно сказать, что самому Семенову в этом смысле повезло куда меньше, чем Хемингуэю. Юлиану было 24 года, когда в компании его познакомили с Екатериной, падчерицей Сергея Михалкова, дочерью Натальи Петровны Кончаловской от первого брака. Катя была красавица, такая типа кустодиусская девушка, очень внимательная к людям, умная и с большим чувством собственного достоинства. И он безумно за Катей ухаживал. Он заинтересовал маму невероятно. Она ответила ему взаимностью. И они сыграли свадьбу уже через полгода, 12 апреля 1955 года. От Семенова в семье Михалковых-Кончаловских все были в восторге. Наталья Петровна в соавторстве с зятем даже издала книгу по следам их совместной поездки в Китай. Екатерина помогала мужу, перепечатывала его рукописи для редакции и издательств. В 1958 году у них родилась первая дочь Дарья. Катя была хранительницей очага. Она растворялась, она всегда заботилась, она всегда делала очень какие-то вкуснейшие обеды, приемы. Елеан часто был в отъезде, часто, очень часто. Ну, как и все обычно, удачливые, востребованные, сильные, мощные такие люди, они, конечно, вот где-то. Но им важен дом, им очень важно, что есть место, где его любят и ждут. Поначалу так и было. Юлиан с радостью возвращался домой. Но со временем каждая его новая командировка вызывала у жены протест. Ей казалось, что Юлиан отстраняется от них с дочкой и работу ставит выше семьи. Конечно же, семьи всегда не хватало. Не хватало внимания. И я понимаю Катю, потому что он был гражданин мира. В то время еще мало кто понимал, что у Юлиана выдающийся писательский дар. Для Екатерины он был в первую очередь мужем. Большого литературного будущего от него никто не ожидал. В те годы я не понимала масштаб Юлиана Семенова, его значимость. Ну, как бы свой родственник. Пожалуй, только Наталья Петровна раньше других разглядела взятие будущую звезду литературы. Она знала, что такое быть женой писателя и старалась это знание и эти правила передать дочери. Смотреть в одну сторону, как она учила, тоже и Катю, что все это вот это такое бытовое, мелкое, оно все должно куда-то уходить. А надо смотреть глубже, шире, на масштаб, масштаб Юлианы. Наталья Петровна Кончаловская понимала, что к такому человеку с обыкновенными, наверное, мерками подходить нельзя. И на что-то нужно закрывать глаза. А маме закрывать глаза на некоторые моменты было тяжело. Екатерина слушала мать и даже пыталась бороться с собой. Но она была патологически ревнива и во время приступов ревности переставала себя контролировать. Мама смирялась с папиной командировками, но ей было тяжело смириться с тем, что вокруг папы постоянно велись какие-то поклонницы. Маме казалось, что папа мог кем-то увлечься. Поэтому в доме была ревность, были переживания, были скандалы. Для Дарьи, первой дочери Семеновых, нездоровые отношения родителей стали фоном всех ее детских воспоминаний. Чаще всего приходят грустные воспоминания на ум, потому что мама человек очень яркого темперамента и ссоры были постоянно. Каждый год, летом, папа приглашал нас в Картебель, в Дом Творчества Союза Писателей. И как-то случилось, на пятый день нашего пребывания на танцплощадке мама поревновала отца, устроила драку, хорошо, что без поножовщины. И по утренней аллее, провожаемая Никитой Михалковым, уехала в Москву. Когда мы приехали в Москву, на лестничной площадке нас ждал отец. Ну вот, в такой тональности и проходило мое детство. Это правда какая-то тетка, таких есть, не бывает. Со временем приступы ревности случались все чаще. И уже не только внутри семьи становилось очевидно, что дальше так продолжаться не может. Ты знаешь, она права. С дрессированными было бы проще. Там, где есть ревность, там нет любви и нет понимания и нет всепрощения. Этого отец был лишен. Сейчас я понимаю, у него не было семьи, он был одинок. Спасала его только работа. Юлиана все меньше тянула домой, несмотря на то, что он безумно любил своих дочерей Дарью и Ольгу. Понимал, что спасти семью вряд ли получится. Он не отказывался от командировок, даже самых опасных. В 68-м в качестве военного корреспондента правды отправился на несколько месяцев во Вьетнам и Лаос освещать военные действия. Однажды отец нашел дневник. Когда он был в Вьетнаме, Экстерина Сергеевна написала, хочу, чтобы он там погиб. Вот так его ждали. Наконец Семенов понял, что для работы ему нужны только стол и тишина. Он принял решение уйти от женщины, которую продолжал любить, но жить с которой больше не находил сил. Когда отец ушел, больше не в состоянии выносить маминой сцены, оставив ей квартиру, он ушел на чердак, потом в подвал, где периодически прорывала канализация, его на стене были отметки. Младшая дочь Юлиана и Екатерина Семеновых Ольга сегодня живет между Францией и Россией. Она актриса и журналистка. Возглавляет культурный фонд имени Отца. В отличие от своей старшей сестры Дарья, которая стала известной художницей, у нее нет негативных воспоминаний об отношениях родителей. Меня Господь миловал, я уже не застала конфликтов родителей, ссор родителей, потому что они жили отдельно, и тем лучше. Сын Ольги и ее мужа-француза Надима Брайди Юлиан, названный в честь деда, стал пианистом, исполнив таким образом мечту своей прабабушки Натальи Петровны Кончаловской, которая хотела, чтобы среди ее детей и внуков кто-то обязательно прославился на этом поприще. Почти на каждом своем выступлении Юлиан исполняет одну из пьес Микаэла Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны». 11 августа 1972 года изменила жизнь многих из съемочной группы «Семнадцати мгновений». После премьеры Семенов вместе с Тихоновым, Градовой, Броневым и другими попал, как теперь принято говорить, в разряд суперзвезд. Его старые книги переиздавали большими тиражами, а новые сразу становились дефицитом. В магазине выбросили сосиски. Да, их выбрасывают буквально в смысле вот так вот телеги и выбрасывают. То же самое в магазине выбросили Юлия Семенова. Его выбрасывали и они как горячие пирожки разлетались. Мне первокурснику предложили купить этот том, который стоил тогда там рубль двадцать, предложили купить за немыслимые для меня деньги шесть рублей. И мне так нравился Семенов, мне так хотелось его иметь, что я, естественно, эти деньги потратил, потом много дней не ел и не пил. В отличие от литературы, кино всегда коллективное творчество. И часто режиссеры становились соавторами сценария. Вот и Татьяна Лиознова требовала у руководства студии Горького, чтобы ее фамилия стояла рядом с фамилией Семенова. Она считала, что она должна быть соавтором сценария. И Елена не понимала этого. То, что она придумала какие-то сцены, внесла свое видение в драматургию этой повести. Но я считаю, имею право считать, это работа режиссера над литературной основой. Семенова поддержала вся мужская часть съемочной группы, в том числе Микаэл Таривердиев, у которого тоже тяжело складывались отношения с режиссером. Актеры Олег Табаков, Леонид Броневой и, конечно, Вячеслав Тихонов. Единоличное авторство Семенова отстояли, но радость победы была омрачена. Фильм не получил государственную премию СССР. Она досталась детской картине «Чудак из 5-го Б». Юлиан пережил это как поражение. Вообще, Юлик не стал делиться этим переживанием. Юлик никогда ни на что не жаловался. Никогда ни на что. Спустя два года создатели фильма получили государственную премию РСФСР имени братья Васильевых. Но главной наградой Семенов называл дружбу, которая родилась во время этой работы. Юлиан Семенов в воспоминаниях написал, что почему бы в Министерстве культуры не сделать такой механизм, при котором артисты уровня Вячеслава Тихонова даже года бы не сидели без работы. Ведь этот механизм давно существует уже в Голливуде и в других странах. Почему бы не сделать так, чтобы таким актерам в первую очередь предоставляли бы лучший сценарий. То есть просто это говорит о том, что он переживал за друга. Штирлиц, а вместе с ним и Юлиан Семенов стал популярен не только в СССР. Сериал показали во всех странах Варшавского договора. Появлялись статьи, исследования и документальные фильмы, посвященные картине. Я раз в 10 пытался раскрутить Юлиана на разговор о том, откуда взялся Штирлиц. При наших добрых отношениях, и при том, что я считаю себя неплохим, интервьюером, мне это не удалось. Ответ был всегда примерно одинаковый. Ну что ты, ты что считаешь, Колобок это что, конкретный исторический персонаж что ли был? Это собирательный, это образ. Это я придумал, говорил Юлиан. Я придумал. Такого человека не было. И, конечно, после 17 мгновений Юлиан Семенов стал невероятно популярен у всех разведчиков СССР. Папа Штирлица навсегда обрел в органах безопасности защитников и покровителей. У него на двери с внутренней стороны квартиры прикол это маленькая записочка, которая гласила вор в исключительный знак. Ты оказался в квартире Юлиана Семенова, автора Штирлица. Ты в этой квартире ничего не найдешь, но тебя найдут очень быстро. Ваш Юлиан Семенов. Ну, конечно, за Юлианом Семеновым был, так сказать, некий шлейф того, что он связан с органами. Конечно, безусловно, об этом, так сказать, говорилось, ну, говорилось, естественно, там, в каких-то кругах, да, ну, понятно, Юлиан Семенов, конечно же, является не тупым стукачем, как вы понимаете, да, а неким, так сказать, идейным человеком, связанным с органами, не будучи сотрудником, может быть, да, ну, так сказать, как-то он с ними связан. Слухи о связи Семенова с КГБ в первую очередь поддерживало личное знакомство, а позднее даже дружба писателя с председателем этой организации. Андропов пригласил Семенова в свой кабинет на Лубянку в 1968 году после того, как прочитал его роман «Пароль не нужен». Про свои там контакты с Андропов он и сам писал. Семенов стал частью плана Андропова который задумал вернуть образу бойцов невидимого фронта престиж и былую загадочность, которые изрядно пострадали во времена Хрущевского оттепеля. Андропов открыл писателю секретные архивы, а Семенов увлеченно делился с председателем КГБ своими планами и идеями. 17 мгновений весны создавались при активном участии Андропова, который лично принимал все серии фильма. Семенов и Андропов не только встречались лично, но и вели активную переписку, в которой хорошо видно, что эти два человека очень симпатизируют друг другу. Любой власти всегда нужны некие такие флажки демократии, да, для того, чтобы извне казалось, что не такой уж жесткий режим, не такие уж жесткие правила и так далее. И Юлиан Семенов мне кажется просто был одним из таких флажков. Советская контрразведка разоблачила и обезвредила агента американской разведки по кличке Трианон. В начале 80-х Андропов дал разрешение Семенову ознакомиться с 40-ка томами дела Александра Огородника, который станет прототипом агента Трианона в сериале «ТАСС уполномочен заявить». Этот фильм снимался тяжело. Когда уже была отснята значительная часть материала, на группу, и работа началась заново. Но Андропов и в этот раз подстраховывал киношников лично. ТАСС уполномочен заявить, запускал в производство добро. Потому что это ой-ой-ой. Были раскрыты кое-какие-то таинства нашей разведки. Запускал председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. А принимал картину генеральный секретарь ЦК партии Юрий Владимирович Андропов. Пока мы снимали картину, он... Слух о связи Семенова с органами стали говорить сразу после того, как ему удалось избежать реального, а не условного наказания за случайное убийство во время охоты. На той охоте, кроме него, из знаменитостей был еще актер Сергей Столяров. От случайного выстрела погиб егерь. Семенов был уверен, что стрелял в нужном направлении и его пуля не могла убить человека. Но суд решил иначе. Все-таки суд решил, что наказание будет легче выдержать молодому писателю, зятю Сергея Михалкова, а не заслуженному артисту. Когда злопыхатели говорят, что вот Юлиан Семенов стал агентом КГБ, чтобы не пойти в тюрьму, это чушь. Это чушь. О папе очень много плохого говорили. Причем говорили не откровенные враги и завестники, а товарищи, знакомые, которые, так сказать, по-панибратски называли его Юлькой. А на самом деле мучительно завидовали. Завидовали просто так, что вот у них скулы сводило. И они распускали эти слухи. А ему зачем это? Вот смысл какой? Состоять в штате этой организации. Это только лишние ограничения. Он комитет госбезопасности принес больше пользы, находясь в свободном плавании. Тиражи книг Семенова в те годы доходили до 20 миллионов. Около 20 его произведений были экранизированы. Без сомнения, в 70-е и 80-е годы он был самым модным советским писателем. он давал возможность прикоснуться к чему-то, к чему читатель советский не мог прикоснуться. Он знал что-то такое, чего не знал простой советский человек. И прикосновение к этой какой-то скрытой тайне, оно очень как-то поднимало советского человека в своих собственных глазах. Это была живая легенда. Он жил совершенно другой жизнью, чем обычный советский человек. Он ездил в Западную Европу. И не просто как турист. Он там по неделями, месяцами жил. Он ездил там за рулем по Западной Германии или по Франции. Для нас это тогда была фантастика абсолютная. А вот возвращаться из командировок Семенову долгое время было некуда. После расставания с женой он скитался под чердаками подвалом. И только восьмидесятых у него появилась своя квартира на улице Серафимовича в знаменитом доме на набережной. Здесь он все свободное время проводил с любимыми дочками. Я видела его огромную любовь к детям. Просто вот бесконечную. Он прямо растворялся в них. Он их обожал. Дарья и Ольга очень любили бывать в отцовской квартире. Это был их штаб, их прибежище. Но случилась беда. Ушла из жизни Наталья Петровна Кончаловская, оставив нашей матушке наследство. Мебель карельской березы, которая простояла у нее на Николь и на горе. И матушка решила перевезти эту мебель Насте Рифамовича и поставить ее там. Но перевезя туда мебель, она врезала замок, и не отдав ключей никому. И когда вернулся отец из командировки очередной, он стоял перед закрытой дверью. Единственное место, в котором теперь Семенов чувствовал себя как дома, было далеко от Москвы. В небольшом крымском поселке Мухоладка. Он в 1983 году купил участок и построил двухэтажный дом. Папа очень любил Крым, ездил туда и в свадебное путешествие с мамой в 1955 году, и потом приезжал работать в гостиницу интурист и в дом творчества писательский и в Коктебеле, и в Ялту. А потом просто, когда у него совсем стало плохо с легким, у него был туберкулез, он купил развалюгу и построил на месте этой развалюги домик, который назвал шутку Вилла Штирлиц. И там он написал все свои последние произведения. Папа сидел в своем замечательном кресле, глядя на море писал. Иногда, правда, ночью отражалось его грустное лицо в окне. У него был друг рыжий, наполовину волк, наполовину овчарка. Они каждое утро делали пробежку к роднику, потом папа заваривал чаи, он сам колдовал каждый месяц в новой смеси. Потом отец садился на свой жигуленок рыжий, он примастил телефон, аппарат. Он считал, что это правительственная связь, но он был ребенком иногда. Его, знаешь, там жигуленки, в шапочке, в трусах, пишущей машинкой и писал, придавливая на песне странице камушком. Здесь он вынашивал свои грандиозные планы, которых с годами становилось все больше. Открыть в Крыму сеть гольф-клубов, превратить ялтинскую киностудию в подобие Голливуда и даже построить дорогу из Крыма в Париж. Семенов верил в удачу, а в том, что он был необычайно везуч, у него имелись неоспоримые доказательства. Где-то уже в первом часу ночи он звонил мне и сказал, что приезжай немедленно, немедленно приезжай. Я приехал. Юлик был уже довольно серьезно пьян. И он сказал, мне сейчас надо улетать куда-то такой, я точно знаю, что я погибну. Мне вот предсказала какая-то гадалка, мы там допили то, что у него было, и поехали во Внуково в ресторан. Это было часа за два, может, за два слишком до отлета его самолета. Но когда наступило время отлета, Юлик был уже в таком состоянии, что никакого улета быть не могло. Он на ногах не держался и просто не дошел бы до самолета. Ну, в общем, самолет-то разбился. Самолет разбился при посадке. Что, если провидение оставило его на земле, не пустив в обреченный на гибель самолет? Но обмануть судьбу второй раз у Семенова не получится. В 1986 году по его инициативе была основана международная организация, объединившая 38 писателей и детективов со всего мира. В штате было три человека. Сам Семенов, бухгалтер и секретарь Семенова Зоя Воскребенцева. Международная ассоциация детективного политического романа МАДОПР. В 1948 году она по наговору подруги получила 20 лет лагерей за шпионаж в пользу Америки. Вышла на свободу и была реабилитирована в 1956. К ней Семенов относился по-особому. Она стала его секретарем и в совершенно секретно первой частной газете в СССР, созданной Семеновым. Вначале газету в основном создавали Дмитрий Лиханов и Евгений Додалев. Старорежимная Зоя, как называли ее молодые журналисты, не всегда находила общий язык с юнцами. Но Семенов ограждал ее от нападок молодежи. И он всегда нас одергивал и говорил «Зоя не трогать, Зоя сидела». Лучшей атмосферы я вообще не могу пожелать ни одному коллективу лучшей, потому что все было на очень доверительной, очень доброй, дружеской основе. Газета мгновенно стала популярной, продавалась по рыночной цене и в деньгах у редакции нужды не было. Просто коробки, 10 коробок денег, 20 коробок денег, налика, никаких там отчетов. Используя свои связи в КГБ, Семенов под нужды редакции получил небольшую двухкомнатную квартиру на проспекте Калинина, которая находилась на балансе ведомства. Это была так называемая вербовочная квартира. Проститутки, которые работали на спецслужбы, они клиентов интересных спецслужбам в этих кафешках цепляли, приводили в эту квартиру и там записывали нужные им разговоры. И снова завистники и конкуренты задавались вопросом, почему у Семенова вышло то, о чем в те годы никто даже не мог помышлять. Партийцы думали, что он связан с КГБ, а менты в МВД тоже так думали, а чекисты могли думать, что он, поскольку он общался с сильным миром, что у него там схвачено все на старой площади в ЦК. Мне кажется, вот он за счет вот этого сумел обмануть систему, что он сумел преуспеть в рамках системы, не будучи системным на самом деле человеком. Рядом с преуспевающим писателем и издателем всегда были привлекательные женщины. Правда, жениться второй раз Семенов не планировал. Там была такая Таня по кличке Буратино. Таня Буратино близкий ему человек. Таня, я помню, прекрасно такая востроносенькая, действительно, не звали Буратино. Куда она исчезла, не знаю. Она, мне кажется, очень приятная девушка. Естественно, семья относилась к этому плохо, дочери не любили Буратино, а ему она нравилась. Это же главное, наверное, для него. Мое мнение, что тех подруг, я знаю, двух, использовали Велену Семеновичу. Финансовые трудности начались совершенно секретно из-за инфляции в стране. Дорожали бумага, услуги типографии и все вокруг. Поиски инвестора привели к американскому медиамагнату Руперту Мердоку. 20 мая 90-го года Семенов отправился на встречу прибывшему в Москву помощнику Мердока. По дороге прямо в автомобиле у него произошел инсульт. Много снято и написано о том, что Юлиана Семенова якобы устранили спецслужбы. Он не скрывал, что собирается начать розыск золотопартии, вывезенного коммунистической верхушкой на запад. Считает, что поэтому при странных обстоятельствах в Париже погиб его заместитель Александр Плешаков. Старшая дочь Дарья примчалась в палату отца в госпитале Бурденко как только узнала страшную новость. В то время там работал Михаил Шток, его друг. И он сказал, Даш, все хорошо, но прежнего отца не будет. Может быть, он будет говорить, думать, от такой энергии бешеной, уже не будет. Но самое печальное, что через две недели может быть рецидив. И вот я пришла через две недели, я каждый день приходила тогда к отцу. Палата пуста. Я говорю, что, где случился второй инсульт? Ну, вы же говорили, что можно предотвратить. К нему заходили двое людей, провели некоторое время в палате, и когда они вышли, случился второй обширный инсульт, после которого была сделана трепанация. И отец впал в кому. И я думаю, что Ильяну сторонили в значительной степени по той же причине, по которой до этого его заместители, что они вышли на золото партии, они вышли на тех людей с чекистов, которые выводили эти деньги, аккумулировали их на западе, для того, чтобы после перестройки, перехода к рыночным отношениям, люди вошли в бизнес, им было на что скупать целые отрасли, заводы, районы и пароходы. Это были очень серьезные деньги, очень серьезные люди, и они там, я думаю, убивали просто многих. Выйдя из комы, Юлиан Семенов прожил еще больше трех лет, но все это время он оставался прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. Худой Юлиан лежал на кровати, на стене были фотографии, где он с Эдвардом Кеннеди, с Мэри Хьюмингуэй, здоровый, цветущий, красивый мужчина, а опустив панораму вниз, слезы капали. Он все понимал и реагировал на все, он не мог говорить. Все, кто был верен Юлиану Семенову в течение жизни, старались по мере возможности облегчить его страдания. Папа брал магнитофон, кассету, и я спросила, куда ты идешь, что ты там делаешь, потому что я привыкла, что он к роли готовится, иногда что-то говорит, наговаривает. Он говорит, нет, я пошел, Юлиан болеет, он уже тяжело болеет, он говорит, пойду наговорю ему кассету, ну, каких-то поддерживающих посланий. Печальная ирония судьбы состояла в том, что именно беспомощность этого еще вчера мощного и полного планов человека воссоединила его с любимой женщиной. А практически все, кто хорошо знал писателя, были уверены, что только Екатерину он любил всю жизнь. Мама о папе заботилась, и она папе продлила существенно жизнь, потому что она действительно находилась при нем и днем, и ночью. он всегда всю жизнь любил Катю. Это ясно совершенно. Практически, по правде говоря, по Божьему делу, они не расставались. Это просто такая, просто глупость. Так что спасибо вам за то, что вы есть. Без вас нас нет. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»